Здравствуйте, с вами Андрей Юндин, это Информбюро, программа чистых новостей. И вот под какими грифами сегодняшний день пройдет в историю. Гриф под знак. Парковка в неположенном месте стоит 300 рублей, но это не останавливает нарушителей. Где и почему не стоит парковаться, знает Алексей Форсиков. Гриф спорт на улице Зима. Тавропольские велосипедисты уже начали готовиться к новому сезону. Правда, пока теоретическим провели специальный семинар о соревнованиях, запланированных на этот год, сюжетом Павла Индовистова. Гриф экономия. Каждый пятый россиянин не знает, на чем сможет сэкономить, если наступит черный день. Чем готовы пожертвовать остальные, расскажу в бизнес-блоге программы. Гриф на радость. Скоро температура поднимется до плюса. Когда это произойдет, расскажем в конце программы. Гриф произвол. В нашу телекомпанию обратилась беременная девушка. Как она рассказала, из-за интересного положения ее пытаются уволить с работы. Начальница попросила написать заявление на увольнение по собственному желанию. Кристина Ревенко разбиралась в трудовом законодательстве. Сейчас голова Марины забита неприятными хлопотами о покупке кроватки и маленьких пинеток, о борьбе за свои права. Девушка на шестом месяце беременности столкнулась с проблемой. На работе никак не хотят платить декретные. Как рассказала будущая мама, она за все время работы в косметическом магазине никогда не прогуливала работу и была на хорошем счету. В декабре Марина взяла отпуск, когда в январе вышла в магазин. Десять дней отработала без выходных. 26 января у девушки сильно заболел живот. В обеденный перерыв беременная поехала к врачу. Тот немедленно написал направление на госпитализацию. Начальница Марины отреагировала на эту новость весьма странно. Я приезжаю на работу, звоню ей, говорю, Ален, меня ложат в больницу. Она, ну что я тебе могу сказать? Пиши заявление. Я говорю, какое заявление? Ну, увольнение, потому что она не хочет, чтобы из-за моих болячек страдали ее интересы. В больнице Марине поставили диагноз – подозрение на преждевременные роды. За неделю состояние девушки улучшилось, и она вышла на работу. Однако там ее ждал неприятный разговор. Начальница сказала, если она не хочет писать заявление по собственному желанию, то ее все равно выживут с работы. Марина решила биться до конца. Во-первых, ей так и не отдали зарплату за январь. Во-вторых, не выплачивают деньги за больничный. И в-третьих, собираются оставить без средств ее ребенка. Мне неприятно, что работодатель так относится вообще к своим сотрудникам. Это несправедливо, тем более к беременным. Вместе с нашей съемочной группой Марина отправилась к своей начальнице. Хозяйка косметического магазина отказалась что-либо комментировать на камеру. Почему вы предлагали ей написать заявление по собственному желанию об увольнении, хотя она беременная? Вас выйдет. Я прошу вас выйти. Но вы не отрицаете, да, такое было? Нет, я ничего не говорю. Вам не буду, я прошу вас выйти. После встречи с начальницей Марину трясло. Ее руководитель сказала приходить ей в понедельник. Теперь хозяйка магазина будет разговаривать со своей сотрудницей только в присутствии адвоката. Она зарплату мне не начислила. То есть вот это она мне не справочку, ничего она мне это забирать не хочет. Ни вот эти вот заявления, что она мне трудовой договор должна предоставить. То есть до понедельника я опять без работы. Но ждать от моря погоды Марина не намерена. Она собирается обращаться в трудовую инспекцию и прокуратуру. Девушка признается, за свои права она бы так не боролась. Но теперь она отвечает и за своего будущего ребенка. Кристина Ревенко, Юрий Корниенко, Информбюро. Сегодня те, чья профессия разбираться в подобных случаях и защищать права работников, сотрудники трудовой инспекции, собрались в Ставрополе. В совещании с руководителями территориальных подразделений СКФО провел руководитель Федеральной службы по труду и занятости Юрий Герций, который находится в Краевом центре уже второй день, и успел познакомиться с работой своих подчиненных. Он положительно отозвался о деятельности местных служб, похвалил сотрудников. Также говорили о результатах работы в ушедшем году и основных задачах на будущее. Среди проблем аттестация рабочих мест. Работу в этом направлении придется усилить. Нам удалось решить в большей степени вопросы, связанные с охраной труда, уменьшить факты, связанные с травматизмом, гибелью работников, добиться определенного сокращения задолженности по заработной плате. Гриф под знак. Штраф в 300 рублей не останавливает тех, кто бросает свои машины у знака «Остановка запрещена». Где и почему не стоит останавливаться, знает Алексей Форсиков. Здравствуйте. Батальон ГАИ, старший лейтенант полиции Батагов. Товарищ водитель, вы нарушили право дорожного движения. Остановка, парковка транспортных средств вблизи остановок для маршрутных транспортных средств запрещено. Ближе 15 метров от остановки или от знака. Поэтому здесь запрещается парковаться. Будьте любезны, водительское удостоверение и техпаспорт. Почему нарушаете? Товарищ полицкий, я больше не буду. Возможно, этот водитель действительно больше не будет. Но это обычное для многих нарушителей обещание не спасет его от опоты штрафа в 300 рублей. За такое нарушение нужно наказывать строже, говорят инспекторы. Возле остановки знак не запрещающий, а предупреждающий о том, что оставлять машины в зоне его действия нельзя. Поэтому это не знак «Остановка запрещена», а именно остановка ближе 15 метров от остановок для маршрутных транспортных средств. Пока такое административное наказание, а с 1 июля будут другие. Сегодня отдельный батальон ГИБДД проводит профилактическое мероприятие в городе Ставрополь. По выявлению нарушений водителями знака «Остановка запрещена» 3.27. Согласно кодексу административных правонарушений, административная ответственность предусмотрена статей 12.16 КОАП РФ 300 рублей. Машина, брошенная возле остановки, создает неудобства всем – и водителям троллейбусов, и автобусов, и пешеходам. Они вынуждены выходить далеко на проезжую часть, чтобы зайти в транспорт. Ответ Евгения – еще одного нарушителя, самый распространенный. И ему тоже придется заплатить штраф. Ну так получилось. Знаете, что штраф? Я знаю, знаю. Ну что еще могу сказать? Ничего. Очень часто неправильно припаркованные машины загораживают целую полосу движения, что мешает проезду и в итоге создает пробки, на которые потом жалуются все участники движения. Еще одно частое нарушение – остановка в зоне действия знака «Остановка запрещена». Много нарушают на центральных улицах, возле офисов и торговых центров. Там всегда скапливается много машин, и их просто негде ставить. Потому и нарушают. Инспекторы видят решение проблемы не только в создании новых парковочных мест. Сами водители должны стать более ответственными. Алексей Форсиков, Андрей Чернов, Информбюро. Гриф «Подполье». На юго-западе Ставрополя сотрудники полиции накануне закрыли круг с игровыми автоматами и вышли на него случайно. Оказалось, выигрыши там выдавали фальшивыми купюрами. Как сотрудникам полиции удалось вычислить незаконные горные заведения, знает Олеся Мелихова. В этом небольшом помещении на центральной улице юго-западного района Ставрополя когда-то был маленький ларек. Потом продукты там продавать перестали, на окна наклеили зеленую пленку, чтобы не было видно, что происходит внутри. Знали ли жильцы близлежащих домов, что творится у них под носом, неизвестно. Сами сотрудники полиции выяснили это, можно сказать, случайно. Мужчина в магазине расплатился фальшивой купюрой. Стали разбираться, где взял деньги. Оказалось, выиграл автоматы. В крае, а особенно в его столице, рассказывают сотрудники полиции, фальшивки встречаются все чаще. Тысяча – самая распространенная поделка, не редкость и пятитысячные фальшивки. Мошенники наловчились так, что отличить липовую купюру от настоящей на глаз невозможно. На этом и попался счастливчик, сорвавший куш. В городе Ставрополь в одном из магазинов работникам при приеме денежных средств на кассе была обнаружена поддельная денежная купюра. После чего им были вызваны сотрудники полиции. В ходе проведения оперативно-развитных мероприятий установлено, что поддельную купюру гражданин получил в качестве выигрыша в подпольном игровом клубе. На настоящий момент деятельность клуба пресечена, а в отношении руководителей клуба проводится проверка на их причастность к сбыту поддельных денежных купюр. Всего в крае за прошлый год сотрудники полиции обнаружили чуть меньше тысячи игровых клубов. Четыре тысячи аппаратов изъяли. На начало этого года уже пресечена деятельность 65 подобных заведений. Накануне оперативники закрыли два клуба, маскировавшихся под компьютерные. Найти одноруких бандитов в подполье не так просто, говорят полицейские. Тут без помощи бдительных жителей не обойтись. Сотрудникам полиции проделана большая работа в данном направлении, о чем свидетельствует снижение количества поступающих в адрес органов исполнительной власти и правоохранительных органов обращения к гражданам. Несмотря на имеющие положительные результаты работы, при участии только органов внутренних дел, решить эту проблему раз и навсегда без активного участия граждан невозможно. Поэтому бдительная просьба к жителям нашего края не оставаться равнодушными к существующей проблеме и принять самое активное участие в ее решении. О незаконной работе игровых заведений сотрудники полиции призывают сообщать по известному телефону 02. Олеся Мелихова, Информбюро. Присодействие пресс-службы ГУМВД по Ставропольскому краю. Сегодня в Ставропольском госуниверситете прошел круглый стол, где основной темой обсуждения стала очередная, уже четвертая по счету, статья премьер-министра страны Владимира Путина. Демократия и качество государства. В разговоре приняли участие представители общественных организаций, члены регионального отделения партии «Единая Россия». За круглым столом особо отметили авторские статьи Путина «Первый подобный опыт», где через СМИ премьер-министр разлагает свою точку зрения на настоящее и будущее страны. Статьи публикуются в газетах, есть и интернет-версии посланий. После каждой публикации любой человек может высказать свое мнение. Цель нашего сегодняшнего мероприятия, попытаюсь ее в двух словах сформулировать. Мне бы хотелось, чтобы те проблемы, которые обозначены в статье, мы не воспринимали с вами как некую доктрину, как истину в последней инстанции, а рассматривали ее как приглашение к диалогу и к обсуждению. На круглом столе подчеркнули, что четвертая статья Владимира Путина – логичное продолжение первых трех. Речь идет о государстве и демократии общества. Основные позиции статьи – это конкретное решение о том, как победить коррупцию, развить судебную систему и сделать Россию конкурентоспособным государством. Человек, который не предвзято осмыслит все это, мне кажется, он будет уже осознанно принимать решение по тому, чтобы определиться и принимать конкретное личное участие в развитии демократии, воспользоваться плодами этой демократии, принять участие в жизни государства, в совершенствовании этого государства. Мне кажется, эта статья имеет глубокое мировоззренческое значение. Россия относится к числу немногих стран мира, сохранивших народные промыслы как неотъемлемую часть культуры. Предприятия Ставропольского края в Кисловодском историко-краеведческом музее «Клепость» представили уникальные изделия художественного промысла. Наталья Амхаян отправилась в неповторимый мир искусства. Обычно в краеведческих музеях можно встретить находки археологов, исторические артефакты. А тут самые настоящие произведения народного искусства. Но не в черепках и осколках, а во всей своей первородной красе. Если 20 лет все это богатство ежегодно мы могли наблюдать в выставочном зале Кисловодска, то в этом году на тебе выставку «Народные художественные промыслы Ставрополья» приютил музей «Крепость». О том, что народные художественные промыслы в Ставропольском крае не только живы, но и развиваются, мы знаем не понаслышке. Промыслы при всем том, что они как бы консервативные, они несут и дальше продолжают нести определенные приемы, традиции, они все равно развиваются, потому что жизнь развивается. Вот простой пример, допустим, те же самые кубачи. Они были прославлены очень давно, это древний очень промысел, но их и называли кольчугоделатели. Они делали оружие, сейчас они делают прекрасную велирку, прекрасные кувшины. Чтобы жить и развиваться, нужно быть кому-то нужным. Народные ремесленники выпускают изделия не первой необходимости. Дешевая, как в материальном эквиваленте, так и в художественном, китайская продукция стала явным конкурентом дорогому ручному творчеству. Для того в Ставрополье не первый год действует художественно-экспертный совет по народным художественным промыслам. У нас сложилась уже команда, это не просто какая-то чиновничья заморочка, это действительно уже команда, которая знает проблему изнутри и решает ее по мере возможности. Музей это, конечно, хорошо. Одно плохо, смотреть можно, а трогать нельзя. А ведь так еще хочется и примерить. Хватит хранить красоту в сундуках и кладовках, даешь народное творчество в массы. Чтобы творчество пошло в массы и могло быть бизнесом, Ставропольские промыслы взяло под свое крыло Краевое Министерство промышленности. Мы увидели ряд пробелов, которые необходимо помочь, потому что именно народно-художественные промыслы являются отражением и быта, и культуры, и показывают характер тех людей, которые проживают на территории Ставропольского края. У нас выделены средства на помощь народно-художественному промыслу, в том числе и на выставку. Десять предприятий Ставропольского края представили на выставке в Кисловодске свои уникальные изделия. Есть здесь и молодые новые имена. Чтобы познакомиться поближе, стоит лично выставку посетить. Гриф экономия. На что вы станете тратить меньше денег, если ваши расходы уменьшатся в два раза? Ответить на этот вопрос предлагали участникам общероссийского исследования. Чем готовы пожертвовать наши соотечественники, знает наш бизнес-ведущий Михаил Пекшев. Здравствуйте! Аэропорт Минеральных Вод в январе перевез свыше 85 тысяч человек. Это на 60% больше, чем год назад. Пассажиропоток на международных линиях вырос почти в 2,5 раза, а на внутренних рейсах – в половину. Такие результаты стали возможны благодаря масштабной реконструкции аэропорта. Летом прошлого года в эксплуатацию была введена новая взлетно-посадочная полоса, что позволило снять все ограничения на прием самолетов иностранного производства. Одновременно проводилась и реконструкция аэровокзального комплекса. Новость, которая будет интересна предпринимателям. С 2013 года в России может быть отменен налог на движимое имущество предприятий. Об этом накануне заявил министр финансов страны Антон Силуанов. По мнению чиновников, реформирование этого налога позволит обеспечить приток инвестиций в экономику, потому что он фактически оборотный. Этим налогом облагается движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе предприятий в качестве основных средств. К таковым относят в частности станки, оборудование, транспорт, а также компьютеры и иное имущество стоимостью более 40 тысяч рублей. Данный налог собирается в региональных бюджетах. И если данная инициатива будет реализована, выпадающие доходы субъектов страны по предварительным подсчетам составят около 140 миллиардов рублей. Компенсировать их правительство планирует за счет увеличения налога на недвижимое имущество. Насколько он может быть повышен, еще неизвестно. Каждый пятый россиянин не знает, на чем сможет сэкономить в черный день. Таковы данные общероссийского опроса, проведенного агентством социологических и маркетинговых исследований. Его участники отвечали на два вопроса. Каким образом изменились бы ваши расходы, если бы доходы уменьшились в два раза? И на что бы вы стали тратить меньше денег? Примерно 20% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос. Еще столько же готовы в первую очередь экономить на еде или одежде. Только 16% респондентов смогут отказываться от путешествий, еще меньше экономить на ремонте, покупке техники или развлечениях. Закономерно, что больше всего тех, кто не знает, на чем сможет сэкономить, среди молодежи и студентов велико количество таких людей и среди жителей небольших городов. Это объяснимо низким уровнем заработка в таких населенных пунктах. Что касается географии, выяснилось, что лучше всего к финансовым трудностям готовы жители Сибири и Урала. А вот в северо-западном и дальневосточном округах больше трети опрошенных не смогли назвать то, на чем смогут сэкономить. И в заключении курса валют. Доллар банки сегодня покупали за 29,5 рубля, продавали за 30,10. Евро курс покупки 39,20 рубля, продажи 39,85. Курс валют, установленный Центробанком на завтра. Доллар 29,89 рубля, евро 39,63 рубля. На сегодня это все бизнес-новости. Я прощаюсь с вами и желаю удачи в делах. И к новостям из мира спорта. На улице Зима, но ставропольские велосипедисты уже начали усиленно готовиться к новому сезону. В этом году они планируют провести множество различных соревнований. Главный из них объединен и чемпионат двух федеральных округов, Южного и Северокавказского, который пройдет в Краевом центре. Подробности у Павла Яндовицкого. Специальный велосипедный семинар провели на базе Ставропольского училища Олимпийского резерва. Некоторые его участники решили не отказываться от любимого средства передвижения, несмотря на февральские морозы. Александр один из тех, кто продолжает тренировки и в зимнее время. Говорит, в этом даже есть свои преимущества. Главное преимущество то, что сейчас чисто и меньше помех на дорогах, меньше машин, меньше пешеходов. А насчет того, что холодно или не холодно, но есть специальная одежда спортивная. И она как бы сохраняет тепло. На семинаре говорили, популярность велосипедов растет с каждым годом. Одни просто катаются в свое удовольствие, а другим этого уже недостаточно. Хочется помериться с силами. Но чтобы проводить профессиональные соревнования и развивать велосипедный спорт, нужны подготовленные тренеры и судьи. Такие в Крае есть и готовы поделиться своим опытом. Я абсолютно убежден в том, что подобного рода мероприятия сейчас крайне актуальны. Это связано с тем, что мы проводим наши соревнования, краевые, городские соревнования. И мы удостоены чести проводить соревнования уровня. Вот в этом году мы проводим соревнования первенства ЮФО и СКФО. Именно город Ставрополь. Чтобы поговорить о развитии велосипедного спорта, собрались заинтересованные люди из разных городов Ставрополья. Приехали и гости из соседнего Краснодарского края. Им есть что рассказать. У соседей богатый опыт проведения различных соревнований. Сейчас, мне кажется, в центре Ставропольского края нужна поддержка для велоспорта. Тем более в тот момент, когда есть люди, есть инициатива. И эту инициативу необходимо поддерживать. И мы на самом деле в Краснодарском крае, когда начинали в Мостовском районе, мы начинали тоже абсолютно на ровном месте. Ближайшее первенство пройдет в Ставрополье уже 26 февраля на Крепостной горе. Формат необычный, кросс-кантри Урбан. Гонки на горных велосипедах в городской среде. Ждут и гостей из соседних регионов. Также, говорили, сегодня планируется создать в краевом центре велосипедную секцию. Надеемся, встречу с директором училища, представителем Министерства спорта. Будем ходатайствовать об открытии отделения велоспорта в городе Ставрополь. Так получилось, что в краевом центре не существует даже секции велосипедного спорта. В основном на Кавми водах. И будем пытаться эти вопросы решать. Павел Гендавицкий, Николай Попов, Информбюро. И время поговорить о погоде. Слово нашим уникальным метеоблизняшкам Даши и Маши. Здравствуйте. Это единственный в мире синхронный прогноз погоды. Сегодня ночью территория края до минус 23. Затров 100 рублей на мыске переменная облачность. Днем минус 10, вечером минус 20. В городах Кавказских мировых водка облачно. Днем 7, вечером 16 градусов ниже 0. Ветель в газопадных 2-4 метра в секунду. Однословное давление выше нормы. С вами были Маша и Даша. Хорошей погоды. Пока-пока. Все видео нашей программы лежит на сайте stv.rf. Смотрите наш первый краевой спутниковый круглосуточный канал STV Plus в 3 калории. Заходите к нам на сайт stv.rf. Смотрите онлайн и обсуждайте чистые новости в чисто русском интернете. И обязательно звоните по можем. Телефон нашей редакции в Ставрополе 351345. А у меня все. Вы смотрели Информбюро программу чистых новостей. С вами был Андрей Юндер. Всего хорошего. Не скучайте.